В эфире программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Ночью улица Фонарь. В городе участились аварии в темное время суток. Угроза лишения авто. Оплатить штраф помогут автоинспекторы. МЧС предупреждает, выходить на лед еще опасно. Короткий световой день дает свои первые плоды. Зимой, когда ночь наступает уже к пяти вечера, Рязань погружается во мрак. В ГИБДД бьют тревогу. На пешеходных переходах за 10 месяцев текущего года произошло 110 ДТП. При этом 4 человека погибли, а 110 получили ранения. Наиболее аварийный период – вечер с 6 до 9 часов. Рязанские госавтоинспекторы подвели итоги. За 10 месяцев 2016 года в Рязанской области произошло 296 ДТП. При этом погибли 32 человека и ранены 277. Как говорит статистика, наиболее аварийным в регионе является период времени с 6 до 9 вечера. А наиболее аварийным днем недели – пятница. В сельской местности больше всего ДТП случается также – с 6 до 9. А наиболее аварийным днем – названо воскресенье. Тот факт, что рано начинающееся темное время суток играет свою роль, неоспорим. Темнеет все раньше и раньше. Водители не видят пешеходов, пешеходы – водителей. А дорожные полицейские в очередной раз призывают участников дорожного движения быть внимательнее и осторожнее, и не пренебрегать, в общем-то, элементарными правилами. Введено в настоящий момент в правила дорожного движения, что люди, которые двигаются по загородной дороге, должны обязательно использовать световозвращающие элементы, которые смогут помочь увидеть водителю этого пешехода на достаточно большом расстоянии. За последние дни произошло несколько таких ДТП. Пешеходы не использовали светоотражающие элементы, в результате чего один получил смертельные травмы, другой – очень серьезные. Конечно, в условиях города видимость на пешеходных переходах тоже оставляет желать лучшего. Не стоит забывать и о том, что тормозной путь в зимнее время года также значительно увеличивается. Поэтому пешеходам и автомобилистам стоит идти навстречу друг другу. Первым – быть внимательнее и не нарушать скоростной режим. Вторым – не пренебрегать светоотражательными элементами. И, конечно, смотреть по сторонам, переходя дорогу. Таким образом, ценой жизни становится освещение городских дорог. Здесь в темное время суток, как в Средневековье. Виной тому светодиодные фонари, которые установили не так давно. По мнению жителей, они не справляются со своей задачей. В целом, по городу ситуация примерно везде одинаковая. Со смены ламп на энергосберегающие Рязань погрузилась во мрак. Одной из последних новостей стало судебное разбирательство, в результате которого было принято решение о том, что администрация города Рязани обязана выплатить около 21 миллиона рублей по энергосервисному контракту. Информация об этом появилась в СМИ 24 ноября со ссылкой на заявление председателя Гордумы Владислава Фролова. Ранее ситуация разворачивалась следующим образом. Дирекция по благоустройству города подписала энергосервисный контракт с фирмой ГПБ «Энергоэффект». Именно она выиграла конкурс на повышение энергоэффективности Рязани. Затем подрядчик был обвинен в мошенничестве по причине невыполненных в срок работ. Было заведено уголовное дело. По данным правоохранительных органов, городу был нанесен ущерб в 10 миллионов рублей. Однако на днях фирма отстояла свои позиции, доказала выполнение своих работ. И ситуация развернулась в обратную сторону. Теперь сам город должен платить. Только не 10 миллионов, а в два раза больше. Но проблема от этого не уйдет. Еще год назад наши коллеги-журналисты провели расследование, в результате которого выяснили, что реализация программы освещения Рязани выполняется некорректно. На наш взгляд, при проектировке новой уличной сети освещенности были нарушены некоторые нормативы. А во-вторых, как выяснилось уже позже, эти самые новые светодиодные светильники эксплуатировались в неправильных условиях. Вот наглядные графики того, как производится освещение с помощью светодиодных фонарей. Между столбами наступает зона тьмы, в которой водителям не видно ни дороги, ни пешеходов. А под фонарями, наоборот, слишком ярко происходит удар водителям в глаза. Получается, что Рязаня освещена по принципу зебры. Где-то слишком светло, в других местах очень темно. Чтобы этого не происходило, светильники должны стоять друг от друга на расстоянии 10 метров, а не 60, как это порой случается. Мы активно работали с независимыми инженерами, выезжали несколько раз на улицы города, производили дважды замеры различными приборами, в том числе проверяли, чтобы приборы были прошедшие по верку, составляли графики. Все, в общем-то, на официальном уровне практически проходило. То есть никакой отсебятины, как от редакции, мы не несли. Кроме того, журналисты пояснили, что в прошлом году при расследовании они активно работали с производителями светильников, которые высказывали свое мнение и помогали разобраться в ситуации. Выяснилось, что светодиодные светильники, по идее, могут выдерживать напряжение до 260 вольт, а по факту на них подается порой повышенное напряжение. Так было зарегистрировано значение, составившее 352 вольта. Таким образом, светильники не выдерживают и выходят из строя. Такие случаи считаются негарантийными. Напрашивается вопрос, почему все происходит именно таким образом. Может быть, стоит ставить светильники поближе друг к другу, и тогда не придется подавать на них чрезмерное напряжение? Или следует все-таки вернуться к лампам накаливания, которые позволяют рассеивать свет дальше, чем светодиодные фонари? Поскольку после того расследования, о котором мы говорим, прошел год, в этот раз журналисты телекомпании «Город» проведут свое расследование. В ближайших выпусках новостей мы сообщим вам, как обстоят дела с уличным освещением на дорогах нашего города в эти дни. Есть поверье, что автомобили с красивыми номерами пользуются особой привилегией на дорогах. Но для фиксирующих скорость камер разницы нет, крутые или обычные нарушают правила. Да и рязанских автоинспекторов красивые цифры тоже не подкупают. Проверки стороной не обходят никого. Казалось бы, что может быть проще, чем вовремя оплатить штраф. Тем не менее, в нашем городе немало любителей накапливать собственные проступки, а потом попадать в несильно приятные ситуации. Рязанская полиция совместно с судебными приставами систематически проводит профилактические мероприятия по выявлению штрафников. Один из таких рейдов под кодовым названием «Должник» прошел и вчера. На Дягилевском посту вновь ловили особо провинившихся. Цель подобных мероприятий заключается в взыскании административных штрафов, которые были ранее наложены. Хотелось обратиться и напомнить гражданам, что предусмотрена административная ответственность за исполнение административного наказания, которое предусматривает штрафные санкции. Это в двукратном размере от суммы неоплаченного штрафа или административный арест. Данная статья 20.25 Кодекса административного правонарушения. Чтобы не допустить подобные нарушения, необходимо вовремя оплачивать административные штрафы. Не стоит забывать, что в поле зрения госавтоинспекции каждый автомобиль за перемещениями следят, в том числе и с помощью камер видеонаблюдения. А проверить, совпадают ли номера с базой неплательщиков, можно на ближайшем посту. Ну и конечно, не проще ли воспользоваться преимуществами, которые даются тем, кто оплачивает штрафы максимально оперативно. В течение 20 дней на них полагается скидка в 50%. Тем более, что в противном случае можно не только накопить приличную сумму, но и расстаться с автомобилем, который могут конфисковать даже прямо на посту. МЧС предупреждает, выходить на лед еще опасно. Что делать, если все-таки провалился под лед или спасаешь человека, угодившего в полынью? По шагу в инструкцию от спасателей расскажет Галина Ершова. Переменчивая температура и все больше соблазнов для выхода на лед. Наибольшая вероятность провалиться у любителей рыбной ловли и детей. Напомним, что в текущих погодных условиях в холодной воде человек может провести около 5-7 минут. Дальше у него начинаются судороги конечностей. При этом от комплекции человека и возраста скорость замерзания не зависит. Чтобы эффективно использовать время и спастись из ледяной западни, нужно соблюдать простые правила. Ни в коем случае не поддаваться панике, потому что если вы начнете паниковать, вы будете разламывать еще больше вокруг себя льда. В коем случае нельзя пытаться снимать с себя одежду. Вы в мокрой одежде, человек обязательно запутается и его действия будут скованы. Также следует путешествовать на водоемы только с друзьями или родственниками, которые вовремя среагируют на беду. Чтобы помочь пострадавшим выбраться на берег, они могут использовать любые подручные средства. Палки, строительный мусор, элементы одежды и другое. Стоит помнить, что к утопающим ни в коем случае нельзя подходить, только подползать и не ближе, чем на 3 метра. Сотрудники МЧС для спасения используют 25-метровую веревку, к концу которой привязаны два мешочка с грузом. Также в их арсенале есть спасательный круг, который пострадавший надевает на себя. И лестница, на нее человек может перенести и вес собственного тела. При этом в большинстве случаев пострадавший находится на поверхности проруби. Но если на реке сильное течение, то его может затянуть под лед. Открыть глаза, поднять голову кверху, посмотреть, когда подо льдом становится темно, в месте провала обязательно будет светлое пятно. И всеми силами нужно стараться туда выплыть. Чтобы выбраться на поверхность самостоятельно, необходимо подплыть к краю проруби, повернуть спину и закинуть ногу на лед. После чего перекатиться подальше от опасного места. Эти действия под силу каждому, даже ребенку. Но лучшим средством спасения является профилактика. Безопасная толщина льда для человека считается 12 сантиметров. На глаз определить ее практически невозможно. Поэтому дождитесь стойких морозов, когда вода окончательно промерзнет. А лучше выбирайте альтернативные виды отдыха. Ведь погоня за острыми ощущениями может стоить вам жизни. В Рязанском медуниверситете читают лекции о смысле жизни. Здесь проходит конференция «Психология и медицина. Пути поиска оптимального взаимодействия». Уже третий год подряд мероприятие организуется в стенах ВУЗа. Идея конференции родилась появлением в медуниверситете факультета клинической психологии. Конференция «Психология и медицина. Пути поиска оптимального взаимодействия» в Рязанском медицинском университете имени академика Павлова проходит уже в третий раз. Традиционно на нее съезжаются гости со всей страны. В этом году в конференции приняли участие представители 13 регионов России. Москва, Санкт-Петербург, Ленинград, Пермь, Челябинск – вот далеко не полный список городов, из которых приехали в основном студенты медицинских университетов, где также, как и в РязГМУ, организованы факультеты клинической психологии. По итогам обучения выпускники данного факультета должны будут умело сочетать в своей деятельности врачебную практику и грамотный психологический подход к пациенту. И данная конференция, по мнению организаторов, поможет в этом молодым специалистам. Для наших студентов это, в общем-то, основное профессиональное мероприятие, и поэтому проект называется даже образовательный. Кроме того, я бы хотела сказать, что мир сейчас становится все более жестким и все более сложным. И, наверное, чего больше всего не хватает этому миру, не хватает понимания и доброты. И вот я думаю, что основанное на этих принципах взаимодействия врачей и психологов могло бы принести большую пользу пациенту. Особенностью данной конференции является присутствие на ней специально приглашенного гостя, который расширяет образовательные горизонты студентов. В этот раз таким гостем стала Шуламид Крайтлер, доктор психологии, профессор кафедры психологических наук Тель-Авивского университета. Темой ее выступления стало влияние психологических факторов на развитие рака. Ризико-факторы очень важные для болезней, чтобы понять, почему кто-нибудь болезнен, потому что это не только патоген, это не только микроб или вирус, но это вся матрица от факторов, что очень важное, чтобы лечить, чтобы понять, почему кто-нибудь сделался болен. На сегодняшний день в медицине катастрофически не хватает клинических психологов, поэтому проведение подобных мероприятий с целью повышения квалификации будущих специалистов и привлечения медиков к проблемам клинической психологии просто необходимы. Это отмечает в том числе и заместитель министра здравоохранения Рязанской области Олег Митин. Мы сейчас понимаем, что меняется структура оказания медицинской помощи. Мы понимаем, что для внедрения в новых порядков оказания медицинской помощи с современными стандартами просто нет нужных специалистов, которые смогли бы доходчиво, внятно с медицинской позиции рассказать пациенту, рассказать родственникам пациентам то, как себя надо вести в той или иной сложившейся ситуации. Да, мы сейчас начали оказывать такие виды медицинской помощи, как палиативное, как психологическое консультирование. Это у нас и в онкологической службе, и в неврологической службе все происходит. Но мы сейчас реально понимаем, что эти специалисты крайне и крайне востребованы. На открытии конференции ректор Рязанского медицинского университета Роман Калинин после прочтения приветственной телеграммы министра здравоохранения России отметил, что многие проблемы современного здравоохранения лежат именно в плоскости общения. Так что главная задача данной конференции – донести до умов будущих специалистов необходимость взаимопонимания не только между врачом и пациентом, но и между специалистами различных направлений. Свой день рождения отмечает сегодня известный всем рязанцам магазин «Царское угощение». Радуют жители города магазин действительно по-царски. Здесь всегда в продаже есть свежее мясо, рыба, фрукты и овощи. В 20-летие со дня создания здесь побывал и наш корреспондент. В самом сердце города, около площади театральной, расположился магазин «Царское угощение». 20 лет он радует клиентов огромным выбором самых разных товаров, начиная от мягких игрушек и сувениров, заканчивая гастрономическими изысками. В далеких 90-х магазин стал одним из первых, кто вышел на европейский уровень обслуживания. Все эти годы владельцы тщательно следят за своей репутацией. Это отметили даже в Рязанской городской думе, депутаты которой вручили владельцам магазина благодарственные письма. Особой гордостью «Царского угощения» являются морепродукты. Из холодильных камер с покупателями заигрывают более 50 видов креветок и морских коктейлей, всегда свежих и качественных. Ведь у магазина налажены прямые поставки от производителя. Мы этому заводу доверяем, работаем с ним уже больше 10 лет, это точно. Завод расположен у моря, в Калининграде, выпускает хорошие продукты. Мои любимые – это королевские креветки. Килограмм стоит не очень дорого, а цена доступная. При всем при том, что у наших постоянных клиентов у всех есть дисконтные карты, и все имеют разные скидки. Для них цена становится еще более выгодной. Любовь клиентов «Царское угощение» завоевала и благодаря выпечке собственного производства. Талантливые повара готовят по традиционным русским рецептам. Поэтому булочки в продаже мягкие, ароматные, покрытые золотистым румянцем. В их приготовлении используются только натуральные продукты. Никаких красителей, консервантов и искусственных добавок. Разнообразие вкусов гарантирует, что даже самый взыскательный клиент сможет найти пирожок по душе. Используем разные начинки. Мясные, с яйцом, с капустой, сладенькие разные пирожки. Любим украшать разными фруктами, с маком делаем, печем различные кулебяки. И очень нам нравится, например, безе наше, которое мы печем безе. Кто-то называет его меренги. Вкусно, натурально, ничего лишнего. Те, кто следит за своей фигурой и тщательно подходит к выбору продуктов, найдут в царском угощении множество натуральных ингредиентов для приготовления полезных блюд. Мы вдохновляем наших покупателей на разные творческие изыски. Предлагаем им тарталетки собственного производства, которые они могут наполнить по своему усмотрению салатами или десертами, как им нравится. Если у вас нет времени и сил, а порадовать гостей соблазнительными блюдами хочется, то вы можете заказать готовую продукцию. Повара царского угощения с удовольствием помогут вам накрыть стол к празднику в офисе, юбилею или семейному ужину. А если хотите провести время в романтической обстановке, то можете заглянуть в кафе Кафешн. Уютная атмосфера и вкусная еда помогут расслабиться после тяжелого рабочего дня и набраться вдохновения для новых приключений. На этом все. Завтра подведем итоги этой недели. А пока хорошего продолжения вечера. Субтитры создавал DimaTorzok